друзья приветствую всех с вами снова максим вот и подходит концу наш проект мы с вами в течение вот уже 17 серий создаем наш проект по изучению немецкого языка фактически мы разработали весь основной функционал скажем так mvp проект до minimal viable product то есть минимальный набор функционала с которым я хотел бы выйти выйти в продакшн значит у нас есть наш сайда мы создали мы создали систему регистрации юзера создали значит homepage у нас есть страница изучения книг где наш юзер может загружать книги может читать может значит учить слова может учить слова может читать переводить текст слушать аудио у нас есть секция мой кабинет и он может менять свои данные может управлять своими скачанными книгами может изучать слова фактически мы разработали все что нам нужно и последним логическим этапом разработки является выкладывание нашего проекта сделание его публичным да то есть нам нужен какой-нибудь хостинг конечно же существует миллион сайтов миллион возможностей куда мы можем выложить но так как мы уже используем фарбейс то с фарбейсом мы и будем работать дальше значит у фарбейс каждого проекта который вы создаете кроме возможности управлять самой базой есть также возможность хостинга этим друзьям и сегодня и займемся итак мы заходим в раздел хостинг и нажимаем кнопку get started первое что он говорит такой визор он говоришь там что нужно установить и пм стал фарбейс тулс глобальный пакет ну давайте друзья сделаем то что от нас просят остановим сервер и установим install g фарбейс тулс фарбейс тулс друзья от набор инструментов административных которые позволяют много делать полезных вещей например выкладывать значит свежую версию вашего продукта на хостинг также с помощью фарбейс тулс мы могли бы например деплоить наши security rules которые мы делали вручную и еще несколько операций прежде чем друзья пусть он устанавливается а мы давайте с вами посмотрим что даст нам этом хостинг сколько он нам будет стоить и вообще значит мы сейчас находимся на бесплатном плане давайте нажмем вот апгрейд и вот тут see full plan details для того чтобы посмотреть что вообще дает нам наш бесплатный план и так у нас есть бесплатный план который позволяет нам дает нам сотню одновременных коннектов да то есть с одной сотня временно рабочих юзеров один гигабайт памяти нам дает 10 гигабайт надо но в месяц ну и мы видим что также наш бесплатный план spark план да также включено и фарбейс хостинг и мы видим что нам значит 1 гигабайт дан для хостинга и 10 гигабайт как мы уже видели для передачи данных то что для нашего маленького есть вас маленький проект то бесплатный план бесплатный план вполне подходит конечно если проект начнет расти мы с вами перейдем на какой мы другой план например на blaze да то есть здесь мы будем платить уже зависимости от того что мы сколько ресурсом и потребили кроме того друзья в хостинге хорошо что нам дают возможность привязывать кастомные домены если вы купили себе какую-нибудь кастомное домена ими я конечно же мы это сделаем и ссср до привязывать сертификат безопасности то есть возможность доступа по https что является обязательным в наше время то есть сам фарбейс создастся нас для нас и за диплойт сср сертификат не это конечно очень хорошо друзья значит посмотрим давайте до установились наши firebase tools текущая версия у нас 622 ну давайте пойдем дальше по по wizard и так хостинг get started мы установили firebase tools continue следующий он говорит sign into google надо выполнить команду firebase логин давайте сделаем это значит firebase логин я сделаю терминал максимальным потому что это фактически то что нам нужно и так он говорит что мы залогинены уже как так как я залогинен в firebase тонн то он говорит что я уже залогинен как значит под моим основным имейлом следующее что мы нам нужно сделать запустить firebase init да но прежде чем запускать firebase не давайте же сбилдим наш проект для продакшена давайте друзья пойдем в файл фрбф пакетч до джейсона мы увидим что у нас есть несколько помните несколько уже предопределенных скриптов мы с вами постоянно пользовались команда серв да мы все написали npm run серв а у нас еще есть команда билд до которая создаст продакшен билд нашего проекта а где же был билд друзья во время девелопмента спросите меня вы во время девелопмента если мы запускаем команду серв то наш проект как бы билдится в памяти да то есть этот билд он происходит в памяти он не происходит не создаются файлы на на диск и они как бы в памяти создаются но мы хотим выложить на продакшен поэтому давайте запустим команду npm run команду билд и значит наш проект будет создаться продакшен версия продакшен версия нашел проекта что начать продакшен версия то есть создадутся все файлы да все наши например javascript файлы будут минифицированы все как бы будут компоненты скомпилированы в javascript все в один файл то же самое произойдет css файлами то есть наш проект станет готовым для деплоймента на продакшен значит после того как билд завершён да мы видим тут конечно выдаются кита ворнинги там неиспользованные переменные и все такое но да слишком большая картинка у нас параллак стоп но мы ее надо ее конечно по уменьшить слишком большая тут 1 и 3 1 и 4 мегабайт надо бы и уменьшить конечно этим я всем займусь оптимизация такой мелкой уже позже но мы видим что у нас создалась папка dist и вот это уже фактически наш наш скомпилированная версия сайта то есть у нас есть нас индекс html все наши css значит webpack создал нашем случае два раздела два файла неважно даже как они нас названы все наши картинки и все javascript файлы в отдельных значит он создал видите 22 javascript файла не надо же неважно как не названы главное что у нас есть папка dist и она содержит нашу продакшен версию после этого друзья давайте продолжим идти по визорду и так firebase и нет давайте фрб с нет так фрб сенит мы посмотрим что же создаст нам команда фрб сенит и так нас пошел такой целый wizard 1 спрашивает готовы ли вы продолжать да мы готовы следующая видите наш фрб с тулса позволяет делать несколько операций позволяет деплоить видите database rules позволяет деплоить индексы создавать индекс для firestore позволяет конфигурировать cloud function это что мы не использовали по крайней мере пока позволяет видите хостинг хостить наш продакшен файл продакшен версию файла сайта и позволяет вот деплоить cloud storage security rules ну то что мы не использовали давайте поставим давайте поставим хостинг да и нажмем мы хотим хостить следующий он спрашивает нас какому проекту вы хотите привязать каком проекту хотите привязать но у нас проект называется их лерной дочь демо поэтому мы визорке выбираем что да вот их лерной дочь демо то есть к этому проекту мы хотим привязать следующая у нас спрашивают чтобы вы хотите очень важный вопрос чтобы вы хотите из что вы хотите использовать как вашу публичную директорию здесь друзья вы должны указать ту директорию которая будет являться директорией содержащие ваши продакшен файлы нашем случае это наша dist папка до созданная после команды npm run build поэтому мы говорим что в качестве нашей публичной директории мы используем папку dist следующий он спрашивает с хотите ли вы сконфигурировать application как single page application переписать все url в индекс html да друзья мы хотим потому что мы у нас single page application и мы что более важно мы используем history mode в нашем раутере то есть все наши линке должны быть так как мы привыкли да без хэш символов поэтому видите здесь дефолтное значение n то есть ноу а мы скажем то скажем если мы хотим сконфигурировать как он говорит что файл индекс html вроде exist значит переписать его мы говорим нет не переписывать его ну все после этого с конфигурация произошла в результате всех этих операций были созданы два новых файла первые называется firebase js нет firebase джейсон firebase джейсон и здесь друзья указаны все темы конечно могли бы этот файл написать руками вот для нас это сделал визор то есть он указывает папку нашей destination до которая будет деплоиться какие-то там игнор значит игноры то что не нужно деплоить и это вот наша секция rewrites source star star destination index html это был последний вопрос хотите ли вы сконфигурировать application как single page application и после этого друзья все что нам остается согласно визорду это выполнить команду firebase deploy то есть все мы указали откуда мы хотим деплоить указали что является entry point там точка вхождения наше приложение указали все что нам остается написать firebase деплоить мы посмотрим давайте что же произойдет и так пошел деплоить и в итоге нам сказали вот твой линк по которым ты можешь достучаться до своего задеплоенного уже приложения то есть firebase как бы дал нам под доменное имя в домене firebase.com с с идентификатором с первой частью значит название то что у нас было project айди в наших configuration параметрах давайте посмотрим работает ли она это друзья мы видим что работает работает да то есть можем попытаться даже зарегистрироваться или попытаться войти как у нас там было тест давайте посмотрим хоть и начнем здесь финиш да и видим друзья что все работает да вот нам указано наше имя которое нам было автоматически выдана присвоена по project айди в сап домене firebase app.com статус говорит все нормально ну вот так друзья то есть фактически давайте не будем регистрироваться я вижу что все работает значит картинки файлы грузятся то есть нужно зарегистрироваться то все появится ну и следующее конечно что мы будем делать что я буду делать уже это я куплю какой-нибудь домен я планирую купить их lerne-deutsch.ru наверное да чтобы указать что это как бы сайт про проект на русском языке потому что .com уже занят ну и мы можем конечно connect domain и указать наш кастомный домен который мы купим у какого-нибудь домен domain провайдера но это уже очень просто делать нам нужно будет указать нужно будет верифицировать что вы являетесь его владельцем и после этого после этого фарбейс привяжется к вашему кастомному доменному имени кроме того как я сказал в течение 24 часов как написано в справке фарбейс создаст и привяжет к вашему сайту ssl-сертификат сертификат то есть у нас будет доступ по https к нашему проекту ну и фактически друзья видите как просто то есть все же теперь что нам нужно будет делать как когда новая версия нашего проекта да предположим мы каким-нибудь внесли изменения все что вам нужно будет сделать это первое запустить команду npm run deploy чтобы забилдить новую новую версию production версию и второй командой мы сразу пишем firebase deploy и новая версия у нас на продакшене можете написать маленький скриптик который будет автоматизировать а можете то есть выполнять две операции в одном а можете делать это из командной строки две простых операции я думаю не тяжело для каждого релиза ну что друзья мы с вами полностью сделали продакшен проект выложили его в интернет да пусть конечно у нас пока что еще нек некрасивая скажем так имя но мы видим что уже кстати по https видим что там уже дали даже сертификат валидный сертификат до еще и тбой gts ну в общем каким-то авторите нормальным это друзья фактически завершает наш курс нашу серию видео и последнее видео последнее что я хотел бы рассказать вам это исходные файлы проекта до некоторые во время нашего проекта мне постоянно люди пишут максим где исходные файлы проекта исходный файл проект друзья так как наш проект это не скажем так нет не учебный проект которым люди как правило пишут любую ерунду лишь бы чтобы показать как создавать проекты а это вполне реальный проект которым находится скажем так продакшен рейди код то я как бы не считаю ну не считаю необходимым выкладывать этот код в сеть для его как бы доступа тем не менее для тех кто кому нужен этот код кто бы хотел может быть ваш проект похож на мой или может быть вам нужны части кода которые которые вы видели может быть вам понравилось что-то вы хотели бы разобраться получше я после каждого видео у меня есть версия нашего проекта до после всех 16 частей эти все 16 по сути сайтов до после каждого нашего видео я запаковал в один архив и этот архив доступен по скачке по ссылке которые вы найдете внизу под этим видео однако друзья скачка этого видео не бесплатно я его закачал на платный хостинг на платный ресурс и поставил там минимальную сумму за скачивание нашего проекта до всех как я сказал уже 16 серий которые мы программировали все весь исходный код там я поставил там минимальную сумму оплаты 3 доллара 3 доллара и насколько я помню оплата возможно по paypal так что друзья кто кому нужен исходный код используйте ссылку под видео я думаю что 3 доллара это небольшая сумма за за фактически готовый проект со множеством интересных вещей которые мы здесь имплементировали напоминаю что мы использовали view мы использовали VUTIFY в качестве фронтенд фреймворка вы использовали VUEX я показывал вам как правильно создать регистрацию красиво да мы с вами даже писали красивую логику для для аутентификации мы с вами использовали VUEX мы с вами использовали EventBus несмотря на то что конечно же без него можно было обойтись но просто мне в данном случае показалось что это правильное решение использовать и VUEX и EventBus для некоторых случаев если конечно друзья вам срочно нужен этот сходный код и вы не имеете возможности заплатить даже эти 3 доллара то есть у вас вообще нет денег может быть школьник или студент который учит программирование и у вас вообще нет денег вы пожалуйста пишите мне пишите мне почему зачем вам нужен этот проект я тогда вам постараюсь помочь бесплатно ну а всем тем кто хотел бы поддержать автора проекта меня вы можете вложить свою небольшую лепту скажем так в поддержку автора и купить у меня исходный код этого проекта ну а также просто всем тем кто хочет просто поддержать меня используйте эту ссылку как как возможность сделать это друзья я надеюсь что вам понравилось понравился наша серия да мы с вами много чего интересного сделали конечно же на нашем канале скоро будут новые видео я планирую делать видео по GraphQL например и по Flutter много чего интересного ну а на этом друзья мы с вами будем прощаться по крайней мере в рамках этого видео пишите комментируйте задавайте ваши вопросы если что непонятно скачивайте исходный код для того чтобы разобраться лучше с вами был Максим было очень приятно работать вместе с вами всего хорошего друзья пока 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 Продолжение следует...